здравствуйте дорогие друзья у нас для вас есть новый продукт именно об этом наш сегодняшний ролик в этом ролике пойдет речь о уличных купелях с подогревом воды на дровах сейчас уже идет налив воды в чашу собирать нужно будет только дымоход берем длинные спички и точно получится температура стабилизировалась очень хорошо держит тепло хорошо нагревается он можно купаться сегодня 21 января 2019 года крещенские морозы на улице минус 18 сейчас уже идет налив воды в чашу и поэтому слышен характерный шум а сейчас мы в двух словах пройдемся по этому продукту что же он из себя представляет и чем же он хорош первонаперво это купель модели или у нее интегрированная корпус чаши печка дровяная печка соответственно данная чаша представляет из себя законченный продукт когда вы получите ее из магазина купив у нас например то вам нужно будет ее только распаковать собирать нужно будет только дымоход все остальное уже собрано здесь значит и из чего может быть чем может быть укомплектована данная чаша значит в комплект входит специальная полочка еще называют подстаканником чтобы можно на нее было поставить чай например охладительные напитки прохладительные напитки у нас сейчас не актуальны еще входит комплект дымохода который устанавливается на соответственно головок печи есть защитный элемент трубы для того что он одевается на саму трубу для того чтобы нельзя было обжечься так что в этом смысле все полностью безопасно труба однослойная нержавеющая давайте я покажу куда она одевается куда она оставляется следующим этапом мы устанавливаем защиту для того чтобы никто искупающихся не обжегся последовательность должна потому что следующим этапом пойдет у нас доборный элемент с грибком грибок отдельно мы его заранее поставили вот дымоход собран комплект входит еще заклепки правда без клепочного пистолета его вам нужно будет приобрести самостоятельно но трубу лучше не ставить на место не приклепывать в том случае если вы планируете ее в каких-то случаях демонтировать это может быть нужен тогда когда вы хотите укрыть купель крышкой на длительной охране крышкой специальным чехлом на длительное хранение такой чехол является доп опции давайте поговорим еще про комплектацию купели стандартную комплектацию это не входит это является доп опций так называемая термо крышка она очень важна очень полезная штука очень рекомендую приобретать потому что из двух половин состоит закрывается полностью перекрывает поверхность купели и очень сильно увеличивает скорость нагрева воды в купели значит смотрите у нас уже скоро вода дойдет до верхней форсунки и мы приступим к растопке купели для того чтобы засечь время какое время мы воду в купели сможем нагреть давайте в двух словах это самая большая по размеру купель называется она или диаметр у нее 2 с копеечкой 2 10 или до 20 точно не помню сюда входит 1300 литров воды соответственно вода наливается вот таким потоком уже примерно минут 30 я думаю что еще дважды поскольку у нас займет часа полтора она наливается у нас уже почти наполнилась купель и нам пора переходить к растопке печки важный момент в чаше есть две форсунки одна форсунка через которую воду вода забирается в отопительный контур печки а из 2 форсунки она подается так вот растапливать можно только тогда когда обе форсунки покрыты водой полностью то есть когда отопительный контур расположены в печке полностью заполнен водой и так поехали растапливаем печка у нас находится в корпусе купели здесь вот у нас есть девца обратите внимание что печка у нас бесподдувальная интенсивность горения она регулируется там если это необходимо регулируется открытием закрытием дверцы вот у нас это значит мы используем сейчас дрова березовые но в общем-то менее удобно использовать вот такие вот брикеты так что кому что больше нравится больше анкуража или больше практики выбирайте как вам интереснее приступаем берем длинные спички для того чтобы не совать руки в огонь но можно обычной зажигалки точно получится оставляем небольшую щелочку чтобы был доступ кислород загорения и так мы только что растопили печку вот уже идет дымок давайте замеряем температуру воздуха сейчас температуру воды собственно вот у нас есть электронный термометр температура воздуха минус 15 градусов давайте опускаем его в воду и посмотрим какая температура воды ну вот температура стабилизировалась 2,1 градуса обратите пожалуйста внимание на цвет воды вода не такая голубая как бывает в красивых фильмах по красивые бассейны но эта вода набирается из песчаного карьера который расположен здесь 50 метров она природная чистая так что для купания хороша просто красивый фильм бывает она более интересная выглядящая чаша фактически полностью заполнена мы засекаем время сколько же уйдет на разогрев воды от двух градусов цельсия до 40 45 градусов цельсия как пойдет посмотрим хочу сказать сразу же что на наполнение данной чаши вот таким вот потоком у нас ушло чуть менее полутора часов поскольку купили уже заполнено шланг мы убрали и сейчас топится печка пора закрыть нашу крышку собственно заодно покажем как она работает вот так вот накрывает достаточно прочная на ней не стоит но в целом не прогибается и снег выдерживает значит давайте обращаем внимание еще на один момент чем хороша именно такая модель у которой печка интегрирована внутрь дело в том что существуют еще модели купели у которых вещь такая погружается в воду так вот они хуже в том смысле что такую крышку термокрышку невозможно сделать которая полностью накрывает поверхность воды соответственно поскольку нужно обойти трубу в данном случае труба у нас вынесена и термокрышка закрывает поверхность воды полностью как я уже говорил в комплект купели прилагается полочки специальные на которых можно что-то ставить их можно прикрутить в любом удобном для вас месте но обычно это делается вот недалеко где заканчивается эта ступенька то есть примерно вот так вот вот так вот просто и быстро можно прикрепить эту полочку в рамках продолжения знакомства с конструкцией купели давайте я вам покажу вход в технический отсек справа от печки мы вот так вот открываем дверцу и получаем доступ к входу в внутреннее пространство здесь у нас есть соответственно кран для слива воды системы гидравлической системы осюду видно вот по трубке по которым вода поступает в чашу и проходит просто или подается в печку купель может быть доукомплектована дополнительным оборудованием таким как светодиодное освещение или гидромассаж или аэромассаж соответственно для гидро и массажа будет устанавливаются кнопки на борт а само оборудование сам компрессор или сам насос устанавливается как раз таки у нас вот сюда вот наша техническое подполье она уже парит сейчас нагрев идет уже почти час скоро мы сделаем тестовый замер ну и конечно же при первом же взгляде на эту купель очевидно ее основное преимущество основное достоинство купель композитная покрыта специальным гель-коутом и она намного на порядок проще в обслуживании чем все остальные чем например деревянная потому что ее нужно просто слить протереть обычной губочкой обычной тряпочкой она чистая соответственно у вас нету опасности того что в воде или на поверхности чаши осталась какая-то нежелательная жизнь которую вы не хотели бы привнести в себя особенно это актуально для общественных объектов такие как база отдыха то есть когда у вас дома стоит такая купель конечно вы понимаете что это безопасно для вас с точки зрения здоровья а если это какой-то общественный объект то безусловно купель композитная вот такого исполнения очень хороша с точки зрения гигиены так что имейте пожалуйста ввиду и вот прошло три часа протопки мы топили смешанным материалом и дровами и брикетами надо сказать что дрова наверное будут поэффективнее с точки зрения протопки а брикеты по менее хлопотно положил и они там хорошо поддерживают температуру но если вы хотите быстро нагнать температуру то получается что дрова работают лучше давайте откроем и посмотрим какая температура воды сейчас вода парит уже добросовестно как как положено на улице минус 15 7 было только что вот я посмотрел термометр берете мы пропустил вот температура к побежала побежала 27 уже 29 30 32 33 34 фактически вот финально получилось за три часа протопки со стартовой температуры 2 градуса сейчас у нас температура 34 градуса цельсия вполне параличный результат можно как я уже сказал быстрее можно медленнее в общем уже можно залезать купаться но мы погреем еще немножко вот и пролетели три с половиной часа пока мы нагревали воду в купеле сейчас температура воды 38 градусов это самая подходящая чтобы начать купаться а можно купаться вода теплая теплая вот смотри как тепло вот я села вещь мне очень тепло еще быть а тебе атакой кайф давай отправляем ты сейчас можешь делать селфи петя так смотри будешь чай бери за ручку здравствуйте мне неловко нарушать ваше семейное уединение но не могли бы вы сказать пару слов об этом новом для вас способе отдыха друзья мои вы в первый раз такое развлечение такое небольшое поделитесь пожалуйста своими ощущениями я вижу что матвей в целом доволен и ценил минус 18 на улице как ощущение как вот не холодно ли голове как надо то есть она голова не выпадает воду соответственно замерзнет хорошо я рад за вас спасибо вам за ваши эмоции я не буду вас больше отвлекать друзья вот и подходит к завершению наша презентация этого замечательного продукта уличную купелью с подогревом на дровах как вы понимаете я не мог удержаться от того чтобы попробовать каково она на себе самом пришло время сменить антураж превратится из ведущего в отдыхающего хочу сказать вам несколько слов о том что же это на самом деле вы наверное сами уже поняли как лучше использовать такую купель это мероприятие требующее времени это по сути образ жизни если быть точным конечно образ времяпровождения выходных у вас есть загородный участок и загородный дом зимой бывает много снега горки санки и дети радости но после всего этого хочется прогреться да конечно здорово у печки но еще лучше когда тебя прогревает полностью изнутри целиком у кого-то из бани но детям и женщинам точно это понравится хотя и мужчинам также вот соответственно если с утра вы затопили такую купельку спокойненько за три часа она выходит на нужный температурный режим и потом вы температура держится долго спокойно термокрышка под поддерживающие горение в печке в общем вы можете получать удовольствие в течение всего вечера с вашими друзьями или с вашей семьей после того как все закончилось вы можете не спешить сливать сразу же потому что здесь более тонны горячей воды она за ночь не на не замерзли даже таких мороз как сегодня спокойно отправляйтесь спать только не забудьте накрыть крышку можете конечно подкинуть пару полешек в топку вот и на следующее утро вы можете продолжить если вам захочется или заняться сбросом воды из этой купели в общем очень всем рекомендую это очень симпатично очень классная штука пожалуйста обращайтесь к нам если вам нужна такая же удачи всего хорошего